Всем привет! С вами снова Капитанова, находится на канале Гитарные Игры. И сегодня у нас будет обзор акустической гитары. Да, и не простой гитарой, это топовая гитара, можно сказать. Паттерн Руж фирма, модель PITS 81SOM. Это полностью массив. То есть массив, гриф верхний дек и массив, сзади красное дерево массив. Гриф тоже красное дерево. Ребят, у меня никогда не было гитар из массива, да, скажем так. Ну, чтоб дома я на них играл. Да, в основном были какие-то дешевые недорогие гитары акустические. Ну, это был Крафтер Д-шестерня. Ну, неплохая гитара, кстати говоря, тоже. Ну, там был массив только верхняя дека Кедр. Здесь же полностью массив корпус. Это топовая модель Баттон Руж. И она великолепна. То есть, ну, на говно бы я не стал какой-то обзор делать. Она мне очень понравилась сильно. Корпус OM, Оркестра Модул, видите, то есть это не дредноут. OM, как аудиториум. Ну, есть джамбо корпус, есть фолк, есть дредноут. А это получается у нас, ну, типа как аудиториум, OM их называют. Вот видите, как он корпус. Он такой толстенький довольно-таки, объема здесь дофига, да, как бы. И, в принципе, эта гитара, она сметает все, да. Ну, в магазине, где я был, она всех убрала, все гитары. То есть... То есть, знаете, когда вот я играю, даже что-то посильнее следам, как бы, да, подо мной, как бы, трясется и убирает земля. Ну, серьезно, такие вибрации здесь дают у меня в коморке, да, что просто мы что-то нереальное. Очень крутая гитара. Ну, давайте так немножко пройдемся по ней, как обычно это делается, да, у всех. Башка. Баттон Руж, Бэйр, бренд. Она матовая. Здесь тоже матовая. Сзади. Сзади колки офигительные, суперплавные. Их хорошо держат, строй. Очень приятно их крутить, вертеть. Открытого типа, видите, очень классные колки. Обалденные просто сделаны. Порожек, кость. Так же, как и здесь, порожек тоже кость. Вообще, Баттон Руж, это, по идее, немецкая фирма, да, как бы. И это можно увидеть, да, вот, если посмотреть сюда даже, вот, в эту дырочку. Там написано, development in Germany, Германия, сделано в Китае. Handcrafted in China. И даже серийный номер есть, видите, серийник даже. Вообще, ну, сделано просто зашибенно. Вообще, гитара, в принципе, сделана аккуратно, здорово, да. Кость, опять же, здесь стоит. Лады тоже, ну, видимо, гриф, опять же, ровный, да. То есть, на всех обычных китайских гитарах, да, ну, смотришь, гриф какой-то кривой, да. Там, основные какие-то горбы могут быть, даже уже из коробки сразу. Да, здесь такого нет. Здесь всё ровно, здесь всё чёткое, да. Никакой доводки, опять же, не нужно. Многие говорят, типа, доводка, доводка. Какая нахрен доводка, здесь всё нормально, ничего не нужно. Здесь все ноты звучат, как бы, ну, чуть попозже что-нибудь поиграю, по-принчу на ней. Просто анкер настроил, ровно сделал его, и всё, собственно говоря, да. Никаких больше доводок. Может быть, конечно, можно подточить здесь, но это, знаете, как бы, кому как нравится. Ниже, выше, как бы, да. Кость. И, что самое интересное, да, получается, у нас здесь вот именно ширина грифа. Она что-то такое среднее между классикой, да, и акустикой, да. Она не такой узкий, как на акустике, но не такой широкий, как на классике. Это 46 миллиметров. Вообще, гитара позиционируется, как для фингерстайла. На ней очень удобно играть. Такие вот пальцевые вещи, типа, как вот мы с Олегом недавно, да, сделали кавер. Вот такие вещи, что на них играются, на этих гитарах, пальцами, да. Очень тёплый, очень глубокий звук, очень хорошая середина и нереальный сустейль. Ну, я поиграю, послушайте, если услышите, конечно, на ютубе, хрен там чего услышишь. Ну, вот, смотрите дальше. Лады идеальные, здесь как бы инкрустация красивая, очень написано из клёна, не знаю. Видите, такая красивенькая, да, на все. Ну, соответственно, дерево, ель, передняя дека, сзади у нас это. Здесь махагон, везде махагон, очень красивый. Здорово, здорово, здорово. Все смотрится здесь, конечно, что говорить. Вообще, как бы, очень аккуратно, очень клёво сделана гитара. На самом деле, ну, и здесь, как бы, что обозревать счёт. Видите, для ремня здесь, классический, здесь его нету, можно самому сделать. Ну, всё как обычно, как бы, да. Гитара, естественно, очень лёгкая. Ну, и по поводу того, как вообще она играет, да. То есть, как она звучит. Вообще, ну, как можно передать, да. Как она у нас звучит. Ну, давайте попробуем что-нибудь там, это, изобразить, скажем, да. Вообще, я давно не играл на акустической гитаре уже, да, как бы. Ну, что вспомню, то вспомню, как бы, да. Ну, всё равно пальцы. Играет музыка То есть, в принципе, на ней еще надо уметь играть, чтобы показать ее звук, чтобы именно она зазвучала в руках гитариста настоящего, кто умеет играть фингерстайл, кто умеет круто играть на акустике. Я же просто так, ну, как-нибудь так. Как вы слышите, так оно как-нибудь и будет. Сустейн, опять же, смотрите. Очень крутой сустейн, очень долго длится нота. Да? Слышите? И звук, в принципе, очень теплый. Из этого махаронни, как раз, красное дерево, получается очень-очень теплый звук у нас. Все-таки пальцем играешь. Медиатором уже грубее получается. Вот это тоже дергать не надо так на этих гитарах. О! И прям звук он льется, она вся резонирует. Здесь прям волна звука. Дергаю. Одно удовольствие играть, реально. Играет музыка Играет музыка Вот это вот Я прям чувствую, что прям, ну знаете, как бы Не просто струнно звучат, а звучит гитара, да? Как бы здесь вот все формируется и идет сюда, ко мне Вообще очень круто Играет музыка Играет музыка А на душе от свежих газет пусто Да я не свежим и велика потеха Правда вот был армейский дружок уехал Вспомнилось Знаете такую песню группы Чаев? А на душе от свежих газет пустот Тонный звук, очень, знаете, теплый, очень глубокий Очень такой, ну правильный, вот именно правильный тон Хороший, ну как по мне, да, как бы Остальные все гитары и рядом не валялись Реально, которые не из массива были По всем ладам все звучит нормально, кстати Ну то есть она вся звучит, ничего не нужно, никаких доводок Звук махагона Такой глубокий-глубокий Или давайте какой-нибудь блюзиас может попробуем, да? Звук махагона Или что-нибудь такое, давайте Ну вообще на ней играть, конечно, такие вещи лучше Что-нибудь такое Ну вот такой получился обзор, ребят В общем, побринчал, поиграл, показал Гитара офигительная Гитара чумовая, как бы Всем советую Это массив, как бы, да Он, блин, будет стоить, как бы, всего лишь 40 тысяч рублей Но Тейлор Мартин аналогично будет стоить 1300-1400, не меньше, я думаю, да? Сделано зашибенно, офигенно И к тому же это не совсем Китай Это все-таки Германия, да? Разработка-то в Германии Но сделана в Китае Под контролем немецких, даже как бы немцев, я понимаю Поэтому здесь все четко Четко, офигенно и глубоко Ну и главное, она звучит круто, да, как бы, да, ну, реально Тут, как бы Играешь, получаешь удовольствие Гитара, это самое главное Поставляется со струнами эликсир Струнные эликсир к ней идут Но я их снял, так как они очень яркие Поэтому поставил сюда Они были тяжелые, жесткие, как канаты И яркие, мне не нравится эликсир Я поставил сюда 1152, Гали Ну тоже, честно говоря, так себе Ну, лучше, чем было намного А надо до сих пор играть, да? Вот такая гитара сделана в Китае Разработана в Германии Всем спасибо за внимание, кто со мной был Кто досмотрел обзор до конца Это был канал гитарной игры, Капитан У нас очень много видео Есть много направленностей Винтажной гитаре И про Фреда мы говорим Про что мы только не говорим Упражнения даже какие-то есть Да все у нас есть Пишите, что хотите, будет Что вам интересно Всем советую Баттон Руш По поводу, да Где можно купить эти гитары Это не реклама Мне никто не говорил это делать Это магазин Pop Music Официальный поставщик сюда этих гитар Вы можете смело обращаться к ребятам из Pop Music К менеджерам Они вам сделают отличную скидку на любую гитару Баттон Руш Очень крутые гитары Лучше крафтеры Лучше всего Лучше всего, на самом деле Что вообще сейчас есть Из китайских гитар А-ля На самом деле Я ничего лучше не слышал И намного лучше Sigma Кстати, говорят Тоже Лучше только Мартин и Тейлор Вот такие мои рассуждения Такие мои мнения конечные Итоговые, скажем так Поэтому вот такие вот дела Ребят, спасибо за просмотр И до встречи на канале Гитарные игры Это был Баттон Руш Икс 81 СОМ Да? Да Гитара из массива До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин